Водитель с 20-летним стажем В чем же отличие троллейбусов от автобусов? А заодно научит меня управлять этой огромной машиной Алексей, здравствуйте! Здравствуйте! Хорошо Троллейбус – это как автомобиль с автоматической коробкой передач У него всего две педали – газ и тормоз Зато очень много кнопок и рычагов на панели Чтобы это все привести в действие, надо поставить штанги Пойдемте? Пойдемте В народе штанги называют рожками Если они соскочат с линии электропередачи, троллейбус тут же остановится А можно попробовать? Конечно Так, только вы, пожалуйста, все контролируйте Чтобы я ничего не сломала Итак Берете веревку Ух ты! Ну это, кстати, она достаточно немало весит Потихонечку проходите, перебирайте аккуратнее Так, 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 так Да, здесь немножко надо прилопчиться О, вау, у меня получилось Теперь можно возвращаться в салон и садиться за руль Ключ зажигания Выпускаем Включаем систему, ждем, пока загружается бортовой компьютер Система видеонаблюдения и навигация Здесь же показывается у нас скорость движения Манометры, напряжение контактной сети Самая большая сложность, говорит Алексей Коротков, привыкнуть к габаритам Вес троллейбуса 11 тонн А с пассажирами может достигать аж 20 Главная задача водителя троллейбуса во время движения Вести транспорт четко по линии Без отклонений и лишних маневров На первый взгляд выглядит все несложно Попробую Аккуратно Ну как тут мягко Расскажите, что делать? Просто жать газ? Чуть-чуть нажимаем на маневровом положении Чуть-чуть можно скорректировать вправо Я еду 5-6 километров в час Но поверьте, ощущение, будто я в фильме «Форсаж» Буквально лечу со скоростью света То ли с непривычки, то ли дело в тех самых габаритах Алексей, ну как вы оцениваете мою езду? У вас есть потенциал Можете устраиваться на учебную езду Ну, я об этом задумаюсь Потому что работа у вас действительно очень интересная За баранкой троллейбуса Алексей Коротков С 2004 года Пришел в депо после армии Увидел объявление о наборе водителей И решил попробовать Первый мой опыт вообще Сесть за 11-тонную машину Был проспект Мира, Москва Глухая пробка Водитель наставник говорит Садись Я Как? Что? Тяжелое учение В бою оказалось намного легче Но, несмотря на это, перед выходом на линию Признается, он по-прежнему немного волнуется В отличие от автобуса Вводить троллейбус, конечно, на мой взгляд, сложнее Ограничения скоростные Спецчасти Отклонения также Следишь и за проводами И за дорогой И салон смотришь Без троллейбуса Алексей Коротков Уже не представляет своей жизни Даже будучи в отпуске Выбирает именно этот транспорт Мне кажется, профессионально не люблю маршрут Я не уютно себя чувствую В маленьких автомобилях Даже на легковой не особо любите Маска, маска Троллейбус, автобус Можно ли про вас сказать, что вы каждый день идете на работу Как на праздник буквально? Ну, не как на праздник Но я люблю свою работу, действительно Мне она нравится Делаешь людям пользу Приняешься Родному городу Рабочий день водителя троллейбуса Длится 8 часов За смену машина проходит более 120 километров После отправляется на перерыв Как и человеку, троллейбусу тоже нужен отдых Чтобы на следующий день снова выйти на линию И без перебоев обеспечить жителей комфортным передвижением Хотелось бы сказать, что после такого мастер-класса Я готова выходить на линию и перевозить пассажиров Но, увы, чтобы стать водителем троллейбуса Нужно накатать не один час и не одну сотню километров Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова